Лукашенко явно на коне, тем более, что Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, накануне сказала о том, что акции уличных протестов захлебнулись и призвала продолжить их весной. И с таким, конечно, подарком от Тихановской Лукашенко поехал к Путину. Теперь им есть о чем поговорить гораздо больше, чем на их предыдущей встрече, поскольку и у Путина была своя протестная зима, правда, она тоже, видимо, недолгая, но, тем не менее, все более и более похожи тактики белорусских и российских правоохранительных органов, а именно зачистить оппозиционную площадку, чтобы ни одного человека вне тюрьмы или вне заграницы в странах не осталось из оппозиции. В общем, тактики и стратегии близки, и теперь, видимо, им было о чем поговорить. Но эта встреча была богата на картинку, на жесты, но очень небогата пока по информации. Я сейчас покажу, ну вот можно, наверное, показать, сама вот эта встреча в практически личной резиденции Путина в Красной Поляне говорила о высоком уровне доверия, потому что можно было, конечно, принять белорусского лирия в Кремле, это самый официальный уровень, можно было в Новогорёво, всё-таки чуть более дачный, можно было сделать это на официальной даче Путина в Бочаровом ручье, тут же была выбрана фактически избушка в горах. И вот это развлечение совместное, прогулки на снегоходах, уже всякие разные фразы, типа «Путин помахал рукой», большая честь всем, кто смотрел, «Лукашенко обогнал Путина на снегоходе», в общем, очень много таких вот мелких деталей, но всё-таки что было по сути? Михаил Шевелёв расскажет, о чем говорили два президента, и почему до сих пор нет пресс-конференции, почему, в общем, нет ни одного коммунике? — Ну, тоже содержания не так много, мы знаем, о чем говорили, собственно, Путин и Лукашенко, но о одном, можно сказать, с уверенностью, они были очень рады видеть друг друга. Мы очень близкие люди, близкие народы, культура, язык, религия, история совместная, причем не только основанная на героическом, относительно недавнем прошлом, в Великой Отечественной войне, но и уходящих глубоко своими корнями века. Ожидалось, что на этой встрече будут приняты несколько важных для отношения России и Беларуси решений. Источники коммерсанта сообщали, что Лукашенко едет за новым кредитом в 3 миллиарда долларов. Правда, сам президент Беларуси это опроверг. Как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот Лукашенко приедет там аж 3 миллиарда долларов в Россию. Я не еду туда чего-то просить. Немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить. Во время открытой части встреч двух президентов Лукашенко действительно ни о чем не просил Путина. В основном он его благодарил. Спасибо, Владимир Владимирович. Поэтому, Владимир Владимирович, спасибо. Знаете, что мы не выбросили деньги на ветер. За образование и вузы спасибо. Спасибо за то, что вы прислушались к моей просьбе. И я вам очень благодарен за приглашение, что удается в это бурное время хотя бы немного побывать в горах и подышать свежим остром. Спасибо. Спасибо за это. На официальном сайте Кремля утверждало, что особое внимание, цитирую, на этой встрече планируется дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках союзного государства. В этом были уверены и многие эксперты. Сегодня происходит историческая встреча Путина и Лукашенко. И она в прямом смысле историческая. Сегодня Владимир Путин должен принять решение, которое, я так понимаю, он откладывал уже довольно давно. Или так или иначе пытался его смягчить. Ему нужно решить судьбу союзного государства. Но вместо этого Путина и Лукашенко, по крайней мере, под камерами обсуждали автомобильное сообщение, героическое прошлое, эффективность вакцины «Спутник Ви» и планировали отдых. Я очень рад вас видеть, Александр Игоревич. Добро пожаловать. Я надеюсь, нам удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах. Важная деталь. Вместе с президентами катался и другой важный в белорусской политике человек – Коля Лукашенко. Катались, кстати, не только на лыжах. Путин и старший Лукашенко устроили чуть ли не гонку на снегоходах. Пока один махал туристом, другой его обгонял. И российские, и белорусские президенты намеренно демонстрировали неформальность этой встречи. Оба были без галстуков, расслабленно сидели в креслах, а Путин и вовсе был в джинсах. Переговоры длились всего час. После – катание и обед. В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались тоже в Сочи. Это была их первая встреча после августовских выборов в Беларуси и последовавших массов протестов против их фальсификации. Тогда Путин пообещал белорусскому президенту выделить его стране кредит на полтора миллиарда долларов и публично поддержал Лукашенко. Правда, гораздо больше всех интересовали не формальности, о которых договорились в ходе переговоров, а позы президентов. Сравнивали их с мемом, где сидят маленькая и большая собака. На этот раз Лукашенко держался более солидно. Но и тут без мема не обошлось. Ну, то, что было вместо пресс-конференции, давайте посмотрим. Это прогулка Лукашенко и Путина уже после окончания встречи. Полупухляк Прозвучало слово. Это, видимо, специфический термин лыжников, который характеризует качество снега. Полупухляк. Вот я интересуюсь Екатериной Глот, она политическая аналитика, сотрудник Центра анализа европейской политики. Занимается вопросом Беларуси. Вот как нам расценивать эту встречу? В общем, она такая довольно бессловесная. Это такой, скорее, набор мемасиков, как теперь принято говорить, и картинок. О чем это нам должно говорить все? Ну, пока действительно нам показали только то, что на поверхности. Мы видели сегодня более расслабленного Лукашенко, который уже не так пытался раболествовать перед Путиным, как он это делал в прошлый раз, когда была прошлая встреча с Путиным. Но, тем не менее, он несколько раз успел поблагодарить Путина, по-моему, три раза за 11 минут. Но это то, что вы озвучили, Павел, это то, что было на поверхности. То, о чем они на самом деле договорились, конечно, нам это неизвестно, и навряд ли нам станет об этом известно. Но у Лукашенко было две цели этого визита. Первая цель была получить одобрение Путина на план затягивания с так называемой конституционной реформой, которую Лукашенко обещал озвучить. Я напомню, что до этого, когда разнообразные эмиссары Москвы, в том числе и очень высокопоставленные, включая Бортникова, приезжали в Минск, были некие утечки о том, что Россия настаивает именно на легитимной или квази-легитимной политической реформе, то есть вот через это Белорусское народное собрание, провести конституцию, затянуть максимально, заболтать это обсуждение, а там, глядишь, и протестные настроения будут выморожены этой холодной и снежной зимой, что, собственно, в общем, как признала Светлана Тихановская, и происходит. Да, в общем, оно пока происходит действительно так, как вы описали, то есть, наверное, все-таки Кремлю хотелось бы увидеть какой-то транзит власти, то есть им хотелось бы увидеть более партийную систему, увидеть, например, больше функций у парламента, чем у Лукашенко, или у кого-то другого, кого бы они могли рассматривать на место Лукашенко. Это с одной стороны. И, в принципе, формально Лукашенко пытается убедить, что именно это он и делает. То есть, на декабрь в Беларуси назначен референдум по проведению поправкам в Конституции, хотя, опять-таки, очередные поправки в Конституции не были анонсированы. И, в принципе, у Лукашенко достаточно хорошие карты в руках убедить, что вот он начал такую реформу, в декабре будет проведен референдум, а начинают создаваться какие-то пророссийские партии, якобы пророссийские партии в Беларуси. Поэтому здесь, в принципе, и главное, как вы отметили, действительно протесты значительно уменьшились, происходят какие-то одноразовые акции по Беларуси. Но, тем не менее, оппозиция готовится к весне. На 25 марта назначено первый большой митинг. Неизвестно, удастся ли его провести. Но, тем не менее, оппозиция готовится. Второй момент, который был очень важен для Лукашенко, это попросить денег. Белорусская сторона просит 3 миллиарда. И, в принципе, тут, опять-таки, оснований, чтобы их не дать, нет. Потому что это те деньги, которые Россия уже выделила Беларуси в рамках кредита на атомную электростанцию. И 7 миллиардов было потрачено, 3 осталось. Деньги на сегодняшний день для Беларуси очень важны, поскольку не секрет, что Беларуси надо около 3 миллиардов в год, чтобы... Долларов. Долларов, мы имеем в виду. Да-да-да, 3 миллиардов долларов в год. Да, чтобы люди не думали, что это рубли. Да, потому что эти деньги даже моцку не подсветить в рублях. Да, и каких-то других средств, источников получения этих денег у Беларуси нет. Поскольку западные институции типа МВФ уже давно перестали давать деньги после того, как Беларусь перестала выполнять экономические реформы. В прошлом году Беларуси удалось взять деньги путем еврооблигаций на миллиард, по-моему, и 300 миллионов долларов. Но в этом году в связи с политическим кризисом, в связи с санкциями, процент на эти облигации очень повысился. Да, Екатерина, у Беларуси был бы, конечно, еще источник пополнения бюджета. И, как всегда, накануне переговоров с Путиным, оппозиционные телеграм-каналы выкатили некий список, он не идентифицирован, просто некая распечатка. Это список предприятий Золотого фонда Беларусской экономики, их не так много. Это и Завод колесных тягачей, и Беларуськалий, и Нафтан знаменитый. На который якобы имеют виды Северсталь, соответственно, Роснефть и другие российские крупнейшие компании. Могу ли я понять, исходя из этой встречи, что этот вопрос также не обсуждался, либо, если обсуждался, то совсем втайне? Наверняка этот вопрос обсуждался, потому что для России очень важно получить доступ, экономический доступ, доступ к белорусскому рынку и к вот этим госпредприятиям, которые вы назвали. На сегодняшний момент все эти предприятия находятся в очень плачевном состоянии. Вообще вот по всего приблизительно 14% от ВВП это вот кредиты тех предприятий, которые сегодня предприятия сами, государственные предприятия не могут оплатить. Но поскольку, естественно, Россия бы хотела получить доступ к ним, и Лукашенко очень долго упирается, то, возможно, это вот как один из источников такого залога, который, что вот мы дадим вам, например, кредит в 3 миллиарда, если вы пообещаете отдать эти предприятия. Но, опять-таки, Лукашенко часто обещает, но для него держать собственность в руках – это очень важно, особенно на сегодняшний момент, когда он действительно увидел, насколько активно бизнес белорусский включался в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах, в поддержку протестов. И, например, опять-таки, на Всебелорусском народном собрании вот две недели назад Лукашенко 40 минут буквально ругался, кричал, оскорблял бизнес, поскольку вот он действительно понимает, что он не может контролировать бизнес. Поэтому отдать, продать эти предприятия – это как самая последняя соломинка, на которую Лукашенко согласится. Но, тем не менее, пообещать, что да, конечно же, вот мы бы ваши предложения рассмотрели, это он может, как и он обещал до этого, в обмен на живые деньги сегодня. Спасибо большое, Екатерина Глот, политический аналитик и сотрудник Центра анализа европейской политики о сегодняшних странных переговорах Лукашенко и Путина, после которых Владимир Путин показал Лукашенко свой полупухляк.